Зачем США военный контроль над Ближним Востоком и Средней Азией? Потребители нефти не сплочены. Они за нее конкурируют. Указывает на это тот факт, что цена на нефть в среднем выше ее себестоимости. А раз так, то конкуренция рыночная всегда может сопровождаться нерыночными действиями. Ведь грань эта очень размыта, и чистого рынка совершенной конкуренции нет. Если подворачивается возможность прижать конкурента, как от нее отказаться? Это же не любительский бокс. Речь идет о деньгах, о средствах к существованию. Пример. Многие слышали об иске швейцарской фирмы Нога к российскому правительству. Что-то там она поставила, или ей не заплатили, или вообще была какая-то махинация. Ну, короче говоря, российское государство было официально шведским судом поставлено на счетчик. Сумма немала и невелика. Речь идет о десятках миллионов долларов. Теперь любое государственное имущество может быть за границей арестовано. Не всякое российское, а именно государственное. К частным российским компаниям это не относится. Подвергаются арестам, в частности, образцы военной техники на международных выставках. Из-за чего мы не выставляемся, только макеты и стенды. Вообще-то и их могут арестовать. Поэтому наша деятельность по продаже военной техники осложняется. А ведь крутятся в этой сфере миллиарды. Так вот вопрос. Предположим, это Нога. Для продолжения борьбы потребуется помощь и деньги. И предположим, ее владельцы обратятся за этой помощью к совершенно посторонним организациям, производителям военной техники, нашим конкурентам. Помогут они Ноги или нет? Ответ очевиден. Конечно помогут. В отсутствии русских на салоне продашь партию самолетов и вернешь затраченное с лихвой. И в геополитике, и в конкуренции уже не между фирмами, а между странами действует подобный принцип. Надо создавать неприятности для своих соперников. Если у них уже есть неприятности, не надо помогать с ними справляться. Или помогать за какие-то уступки по другим вопросам. Вот поэтому страны-потребители нефти должны стараться, чтобы у стран-продавцов были неприятности. Поощрять конфликты внутри стран нефтепроизводителей, сталкивать их между собой. И каждая страна-потребитель, конечно, должна стараться уменьшить совокупный спрос на нефть, чтобы сбить цену. Это норма. Никто такому поведению не должен удивляться. Поэтому трудно верить, что основные потребители надеются на то, что рыночные механизмы доступа к нефти будут существовать всегда. И даже если Саудовская Аравия и Эмираты лояльны, они ведь могут стать нелояльны в будущем. И глобальные конкуренты могут их подкупить. Например, Япония чуть не полностью снабжается саудовцами. И в значительной мере вовлечена в тамошние дела. И нефть добывают совместные саудовско-японские компании. И даже в войне с Ираком японцы посылали свои войска в этот район. Формально проявляя солидарность с Западом. На самом деле обозначить присутствие. Будет охлаждение между Японией и США, и японцы постараются уговорить шейхов поприжать Америку. И что тогда? Я думаю, что даже если американцы на 101% будут уверены, что саудовцы всегда будут к ним лояльны, для них нетерпима мысль, что дыхательная трубка будет в чьей-то руке. Выдернуть что-то жизненно важное из чужих рук – просто рефлекторная реакция. Нам сильно повезло, что в США порой встречаются политики ковбойского типа, такие как посол в СССР Страус или президент Рейган. Первый громогласно объявил о выдаче Бакатиным схем западной аппаратуры к новым зданиям американского посольства. Чего Бакатин никак не ожидал. Прямо как книжку по древней истории читаешь. Как известно, когда царь Эпира Пир II воевал с римлянами в Южной Италии, его личный врач тайно предложил римлянам отравить царя. Римляне его выдали, пояснив, что делают это не из уважения к царю, а ради достоинства римского народа, привыкшего и проигрывать, и побеждать честно. Конечно, и римляне на самом деле были не сахар, да и американцы информацией-то воспользовались, не побрезговали, все-таки любопытно, но согласитесь, есть в поступке Страуса что-то имперское. А второй изложил ряд принципов, которыми руководствуются американцы в деловых отношениях. Произвел, можно сказать, ликбез. Один из них – доверяй-напроверяй. То есть нет смысла заключать соглашения, выполнения которых нельзя проверить. Другой и главный – имеют значение ненамерение, а возможности. Блистательно. Так вот, какие возможности обеспечивает американский и западноевропейский контингент в Средней Азии и на Ближнем Востоке? Первая возможность. Американцы могут, используя даже нынешние возможности базирования, оккупировать любую страну, свергнуть любое правительство и посадить свое. Местные условия там таковы, что серьезная партизанская война невозможна. Да и практика показывает, что такие войны возможны только при поддержке великих держав. Вторая возможность. Американцы могут защитить регион от любой внешней силы. Кстати, и от западноевропейцев, устранив их от участия в тамошних операциях в любой момент. Соглашение соотношения сил именно таково. Что там может понадобиться американцам, что защищать? Это существующие районы добычи и транспортные потоки. Потоки эти таковы. Самый главный – танкерами через Армурский пролив в Мировой океан. В этом районе у американцев сильные позиции и в прибрежных Эмиратах, и на островах. Например, есть островное Бахрейнское княжество с хорошими базами, полностью зависимое от американцев. Есть и проблема. Северо-восточный берег Армуза принадлежит Ирану. И в случае конфликта это может стать препятствием, а захватывать плацдарм на иранской территории и удерживать его тяжелая и большая операция, которая, если не применять атомного оружия, чревата большими собственными потерями. Но флота у иранцев мало. И повредить танкерам они могут только авиацией и ракетами берегового базирования, а с этим американцы могут справиться. У Ближно-Восточной нефти есть еще несколько путей во внешний мир, но единственные существенные нефтепроводы к Средиземному морю. Самый короткий путь был бы через Израиль, но сейчас в условиях арабо-израильского конфликта это невозможно, поэтому нефтепроводы идут через Сирию. Затем нефть грузится на танкеры, а затем уже поставляется в Западную Европу. Отсюда видно, смотри карту энергетических потоков, что именно в мировом масштабе Запад должен контролировать военным путем, если он захочет обезопасить снабжение нефтью. Во-первых, нефтедобывающие регионы это восток Саудовской Аравии и вообще юго-восточное побережье залива. А также район, где в залив впадает Шат-эль-Араб, то есть юг Ирака и Ирана, а также Куэйт и другие нефтяные эмираты. Затем выход из залива Армузский пролив, затем Нигерию и Капский полуостров, это территория ЮАР. Это все в собственных интересах США. Затем еще Сингапур в интересах Японии, затем юг Сирии и часть сирийского побережья Средиземного моря, где нефтепроводы из залива заканчиваются нефтяными терминалами, откуда нефть поступает в Западную Европу и побережье Ливии. Это уже в интересах Западной Европы. Это все на основе нынешней ситуации, когда Запад, включая Японию, представляет собой политический монолит и современной территориальной схемы размещения нефтедобычи. Интересно, что в этом случае США не только получат безопасность собственного обеспечения, но и будут держать руку на кислородных шлангах западноевропейской и японской экономик. Ведь в военном отношении контроль будет обеспечиваться почти исключительно американской армией. Если же заглянуть немного вперед, то надо иметь в виду и те самые несколько миллиардов тонн, не то 2,5, не то 5, что находятся под дном Каспия. Пока считается, что они будут доступны Западу либо через российскую трубопроводную систему, либо через планируемый турками нефтепровод Баку-Джейхан. В обоих случаях конечными потребителями выступит Западная Европа. Но может оказаться выгоднее, политически выгоднее, качать через Южную Азию по новому трубопроводу, заканчивающемуся где-то на берегу Индийского океана. Тогда потребителям среднеазиатской нефти и газа могут выступить и США. В любом случае, контроль над Средней Азией американцам не помешает. А из Средней Азии недалеко и до Западной Сибири. То есть в перспективе может появиться возможность получать нефти оттуда, что интересно, минуя Европейскую Россию. Правда, здесь ситуация намного порядков сложнее ситуации в заливе. Не только наша страна может воспроактивиться доступу США к нефти в Сибири. Сама природа выступает там достойным противником. Так или иначе, но для разработки тамошних месторождений участие российских специалистов будет необходимо. Правда, найти специалистов будет возможно. Переехали же 80% российских математиков на Запад. А вот справиться с расстояниями и климатом будет все-таки непросто. То есть использовать эту нефть американцам будет сложновато и дороговато. А вот прекратить использование другими возможно. Есть одна деталь. Она тоже в порядке бреда. Выше говорилось, что американцы, наложив руку на залив, могут при необходимости дозировать поступление нефти в Западную Европу. Какой необходимости? Тут мы должны отметить, что наш бред не такой уж бредовый. А если в Европе к власти придет Хайдер или Лепен? Или кто-то типа того Лысого, которого так вовремя перед победой на выборах застрелил какой-то экологический деятель? Или сама Европа не сможет с ним справиться или даже его поддержит? Так вот тут окажется, что для контроля над Европой средиземноморского крайника американцам может не хватить. Есть еще и российские газа и нефтепроводы, которые могут эту взбесившуюся Европу поддержать. Так вот на такой крайний крайний бредовый бредовый случай, вполне реальные, совсем не бредовые американские базы в Средней Азии очень даже могут пригодиться. Потому что оттуда до нефтепроводов из Сибири в Западную Европу и самих сибирских промыслов не так уж далеко. Скажете, хватил через край? Видите ли, американцы в 20 веке против Германии воевали два раза, укращая ее амбиции. А в Западной Европе Германия сейчас несомненный гегемон. Соотношение ее веса и весов Англии и Франции несравнимо с первой половиной 20 века. Хотя Англия и Франция еще все еще ядерные державы. И сказать, что немцы, американцы готовы в любой момент в рот целовать, это значит покривить против истины. Кто-то после передачи «Свобода слова» с Савиком Шустром, я сказал, оказался в кулуарах с Сергеем Марковым, известным политологом. И там за чашечкой кофе с печеньем он высказался примерно так. Я видел, как эти немцы в концертном зале слушали Вагнера. Чтобы они примирились с американской культурой, с Бивисом и Батхидом, никогда. Что удивительно в том, что на случай будущих осложнений американцы готовят всякие варианты, да, сейчас друзья и все такое, но имеют значение не намерения, а возможности. А вот то, что они, базы эти, нужны там, в Средней Азии, против Усамы Бен Ладена или Джумы на Мангане, ну что ж, желающие могут считать, что это именно так. План Ковчег. Встает естественный вопрос, зачем? Неужели американцы не понимают, что даже если возьмут под контроль оставшуюся нефть, она все равно кончится? Очень интересно было бы знать, как представляет себе конец технической цивилизации современного типа там. Как они собираются переносить резкое снижение всех возможностей по производству еды, по топливу, транспорту, по потере качества медицинского обслуживания. Размышления на эту тему не были запрещены в западной литературе, особенно фантастики. И у нас я что-то не припомню подобных произведений. Поэтому западное общество лучше подготовлено к восприятию и самой проблемы, и предложений по ее решению. Так мелькали сообщения о проекте Ковчег. Доклад на эту тему делал в 1994 году в Белом доме современной гении английский астрофизик Стивен Хокинг, полностью парализованный, общающийся с внешним миром с помощью компьютера. Он разумом обнимает вселенную, но снисходит и к частным задачам. По его мнению, Америка должна будет в последний момент перейти к политике нового изоляционизма, предоставив остальной мир его собственной судьбе, а до того постараться накопить ресурсы, потребные для перестройки в новую цивилизацию. Собравшийся в президентской резиденции Establishment с благоговением внимал откровение. Возможно потому, что откровение отвечало каким-то его подспудным мыслям и желаниям. Присутствовал, кстати, кроме действующего тогда Картера и будущий президент Клинтон. Если там план задуман или разработан, утвержден, реализуется ли, мы сможем считать, что он задуман и создан, если увидим приготовление к новому миру, миру, в котором не реализована мечта, миру жесткому погружающемуся во тьму. В начале 20 века мир потрясла трагедия Титаника. Оказалось, что величайшее достижение человеческого разума, вершины технического прогресса, победитель океана, бессилен перед тупой природой, перед какой-то дурацкой глыбой льда. Это было восприняно многими как знак грядущих в новом веке трагедий. И они не замедлили случиться. Но, по иронии судьбы, все трагедии 20 века были неприродного происходящего, причиной их был Homo technicus, человек технический, которому, как оказалось, рано было узнавать о взрывчатке, ядовитых газах и ядерной энергии. А в начале 21 века, 11 сентября 2001 года, случилась другая, ненамного более разрушительная, чем с Титаником, катастрофа, но вызванная уже волей человека. Не значит ли это, что в 21 веке врагом цивилизации выступит уже бездушная природа? Возможно ли это? Главный санитарный врач России Анищенко, хорошо информированный оптимист. И он говорит так. Современная популяция человека на 90% вакцинозависима. Расшифруем. Всю свою историю человечество страдало от мировых поветрий. Мировых, значит смертельно опасных поветрий инфекций, передающихся воздушно-капельным путем. К ним относится и Великая чума Средневековья, породившая нам Декамерон, произведение, состоящее из рассказов молодых людей и девушек, удалившихся в загородную резиденцию, пока в городах бушевала смерть. Надо им было чем-то заняться, вот они и рассказывали друг другу веселые, озорные истории. Почти вся московская великокняжеская семья, тогда вскоре после Кульковской битвы, вымерла за несколько лет, сменились несколько великих князей. Почему не вымерло все человечество? Видимо потому, что 100% смертельных болезней нет, кроме бешенства. Абсолютно здоровый человек выдерживает любую болячку, но если он здоров не 100%, он может не выдержать. Только что перенес другое заболевание, недоедал, старый или малый, или еще что-то. Или если он по какой-то причине не унаследовал от родителей часть генетического аппарата, отвечающего за устойчивость к болезням. В среде молекулярных биологов принято считать, что генетический аппарат подвержен изменчивости главным образом в форме потери части наследственного вещества. Иногда это упрощение сходит с рук, но если потеряно что-то важное, организм может быть нежизнеспособен. Большая часть летальных мутаций отсеивается еще в стадии зародыша. Несостоявшаяся мать может даже ничего не заметить. Другие на протяжении жизни. Но вот если у человека нет устойчивости к губонной чуме, и он на протяжении жизни с ней не встретился, то передаст свой дефект дальше. Прививки. Это хорошо. Чарльз Дарвин сразу зачитал приговор. Прививки портят человеческую природу. А ведь старик жил еще до молекулярной теории наследственности. Понимаете, уважаемый читатель, возможно вы и я непригодны для жизни в естественных условиях. Может быть для нас корь смертельна. Мы не умерли от нее только благодаря прививке и передали наш дефект своим детям. А они передадут его по цепочке до тех времен, когда уже не будет прививок. И при первой же глобальной эпидемии кори цепочка наших потомков оборвется, свеча погаснет. Вот о том и говорит Онищенко. Отмени сейчас прививки и противоэпидемиологические службы и 90% человечества останутся беззащитными, готовыми жертвами первой же эпидемии. А при общем обеднении человечества, вызванном недостатком ресурсов, трудновато будет снаряжать из Европы экспедиции врачей в африканскую глубинку. Африка, поскольку она родина человечества, хранит в своих дебрях и многие болячки приматов. Поэтому смертельно опасные эпидемии появятся скорее всего сначала там. И действительно многие геморологические лихорадки имеют африканское происхождение. Хотя холера базируется где-то в Индии, чума в степной зоне от Прикаспия до Северной Китая. Но население европейской национальности более уязвимо, поскольку оно генетически единообразнее. Раньше начало прививаться и больше занималось выживаемостью детей. Ведь в деле создания здорового потомства большое значение имеет не случайная меткость, а густота огня, как шутят военные. Чем родить двоих полуздоровых детей и выходить их до фертильного возраста с точки зрения эволюции, лучше 10. С тем, чтобы выжили двое. Они будут более приспособлены к жизни. Вот и посудите сами. Кто больше заботится об улучшении человеческой природы? Цыгане или швейцарцы? Вернемся к Африке. А нищенко профессионал. И потому даже в популярных выступлениях выходит за рамки тривиального резонерства. И говорит не только о проблемах, но и о мерах борьбы. Есть такая болезнь – оспа. Многие в детстве болели ветрянкой. Оспа в легкой форме выглядит похоже. Но на коже появляются прыщики, потом на их месте корочка или ее, если ее сковырнешь, будет оспинка, рябинка. В обычной форме оспа немного хуже. Если у вас была привита в детстве оспа или был оспопривит кто-то из старшего поколения, посмотрите на оставшееся пятно на левом плече. Так вот, у переболевшего настоящей оспой кожа на всем теле и на лице выглядит как поверхность этого следа от прививки. Как после тяжелого фурнкулеза. Это, конечно, не очень хорошо для психического и телесного здоровья. А еще она бывает в форме черной оспы. То ли более тяжелый вариант вируса, то ли не совсем стойкий к оспе организм. Тогда вся поверхность тела, все слизистые оболочки внутри и снаружи слитно покрываются нарывами. Человек быстро умирает. Если выживает, то зачастую с вытекшими глазами. Раньше оспа была очень распространена, хотя существовали и меры борьбы. Карантины. За заболевшими ухаживали переболевшие оспой. Лечить вирусные заболевания и сейчас не очень-то умеют. Эффективны только вакцинация и карантинные мероприятия. Несколько лет назад считалось, что вирус оспы исчез. Население африканское в том числе было почти поголовно привито. Но каждый год оспа возникала опять. Это не самозарождение. Резервуаром оспы служат обезьяны. Родственники мы с ними, чтобы церковники старого закала не говорили. Уничтожить всех обезьян такую задачу никто не ставит. И видимо не поставит. Значит с оспой придется жить. Вот Анищенко, главный санитарный врач России. И вел бескомпромиссную борьбу. Догадались за что? Правильно, чтобы сохранить в России вирус оспы. Не дать его уничтожить. А американцы требовали от нас именно этого. Кто не понял, поясню. Мы великая медицинская и биологическая держава. Наши ученые первыми в мире клонировали млекопитающих. Наши ученые создали вакцину от растворяющих внутренности лихорадки Эбола. В самый решающий момент, когда у эпидемиологов мира уже отдались гайки. Для того, чтобы такими вещами заниматься, нужно иметь коллекции генетического материала. Культурных и диких растений. Полезных и болезнетворных микроорганизмов. Есть у нас и самые опасные виды микробов и вирусов. Без них не создать соответствующих вакцин. Так вот, американцы требовали от нас эти коллекции уничтожить. А то вдруг мы их по носам заразим. Или допустим утечку чумной палочки прямо в руки международных террористов. И продавали такие соглашения. Терминальный срок которого был в мае 2002 года. Как будто мы, а не они, вели бактериологическую войну против Куба. Как будто у нас, а не у них, было анонимно заказать по почте образцы сибирской язвы вплоть до осени 2001 года. Но соглашение осталось невыполненным. Это было на моей памяти одним из немногих светлых моментов в информационном потоке последних 15 лет. У нас осталась коллекция вирусов ОСПы, а соглашения с американцами мы выполнять не стали. Вот что мне придает оптимизм в жизни, это наличие мелкого чиновника. На этом типе держится государство. Яркий пример помню из конца 80-х. Нашу организацию, хоть и неприметную, но к счастью, через которую приходили согласования важные вопросы, пришел странный документ. В одной советской прибалтийской республике планируется строительство завода по производству больших интегральных схем. Одного оборудования на миллиард, как сейчас говорят, унылых енотов, то есть условных единиц, то есть долларов. И это в момент, когда наши меньшие братья вот-вот сделают нам ручкой. Самое ужасное, половина согласующих подписей на документе уже была. То есть мелкий чиновник, какой-то референт, понимает, что эти деньги уйдут псу под хвост, а замминистра его упор не видят. Как же так? С тоской сказал, зайдя в мой кабинет сослуживец, тот самый чиновник, показывая мне пачку листов с обоснованием проекта. И что интересно, остановил таки триумфальное шествие документа по московским инстанциям. Как? Есть способы. Может быть этот проект еще успели пробить, может и централизованные средства успели бы получить, но уже без Владимира А. Это большому чиновнику до лампады, а маленькому за державу обидно, даже если он собирается уходить в бизнес. Так вот, большого чиновника я люблю, только если в нем остается что-то от маленького. Короче говоря, не уничтожили у нас коллекцию вирусов оспы. Все чин по чину, договорились с американцами по-хорошему, не посылая их куда, Маккар Телят не гонял. А летом 2002 года американцы объявили о начале поголовной вакцинации американцев от оспы. А то террористы заразят. Откуда, кстати, они ее возьмут? Заметьте, не ранней весной 2002 года объявили, а зимой, летом, когда мы уже должны были бы от коллекции избавиться. Они бы провакцинировались, а мы... А зачем это? Ведь вакцинацию уже лет 20 не проводят. А вот нужно. Мы воевали с оспой всем миром, буквально, но проиграли. Оспа уже победила. Дело в том, что кое-где поголовные вакцинации от оспы проводить уже невозможно. Если больному спидом ввести вакцину, она убьет его, как настоящий вирус. А в Африке уже десятки миллионов больных спидом. И когда в Африке разразится эпидемия оспы, остановить ее будет нельзя. Кстати, эта ситуация дает некоторые основания предполагать, что спид имеет все-таки естественное происхождение. То есть, верно такое предположение, американские врачи создали в 50-х годах вакцину от полиамилита из клеток печени шимпанзе и массово испытали ее в Центральной Африке. Тогда и произошла передача обезьянного вируса людям. Но за всю историю человечества, несомненно, были и другие контакты, укусы, люди многих обезьян едят. Почему человечество не вымерло? Вот и имеется гипотеза, что естественным регулятором была ОСПА. При ее эпидемиях ВИЧ-инфицированные вымирали. Что сейчас делать? Продолжать прививки в Африке, а больные спидом пусть умрут. Те из них, у кого признаки болезни уже проявляются. Нельзя. Медицинская этика не позволяет. Проводить сначала диагностику спида и прививать только здоровых – это дорогое удовольствие. Мир не располагает сейчас такими ресурсами, чтобы проверить на спид жителей Африки. И чем дальше, тем ресурсов будет меньше. Кроме того, число заболевших там все растет. И при достижении критической плотности больных спидом эпидемия ОСПА прорвется по их цепочкам. Для развития эпидемии достаточно, чтобы лишь определенная доля населения была подвержена болезни. Третий путь – защитить провакцинированных свое население, а остальные пусть занимаются траволечением. Вот это этик позволяет. Поэтому пути американцы и пойдут. Да, хороши бы мы были, уничтожив по требованию американцев свои бактериологические материалы. В этом примере с ОСПА можно разглядеть контратеории и практики Ковчега. Модель такова. Островом Ковчегом остается североамериканский континент. Канада и США давно стали по сути единой страной, хотя при пересечении границы соблюдается некоторая формальная процедура. Склонные к эмиграции у нас в стране хорошо знают, что Канада – один из каналов для оседания в США. А после долгого периода колебаний, похоже, Мексика тоже будет принята на борт. Был период, когда американцы пытались сократить легальную эмиграцию и прекратить нелегальную. На границе построили защитное сооружение. Тысячи мексиканцев были застрелены при попытке перехода на американскую территорию. Тем не менее, Штаты, когда-то захваченные у Мексики, сейчас снова плотно заселены мексиканцами. Кто бывал в Мексике, жалуются, что там трудно найти знающих английский язык. Все, кто хоть немного говорит по-английски, ехали в США. Большую сухопутную границу защищать сложно. Это долго удавалось только СССР. Это дорогое удовольствие. А вот океан, да еще при сокращении международного товара оборота и обмена людьми, неплохая защита. И зачем США заниматься проблемами Африки и Азии? Им вполне хватит Латинской Америки. Но контролировать океаны и узкий перешейок между Америками гораздо проще, чем западноевропейцам пути доступа к их локальному раю. Загадочная ситуация. Почему не достроено панамериканское шоссе? Оно играет важную роль в поставках в США сельхозпродукции из Южной Америки. По нему мясо аргентинских бычков через Анды доставляется в порты Тихого океана, но в Боливии остается совсем небольшой резерв, не позволяющий напрямую проехать от Магелланового пролива в Канаду. Почему американцы не заинтересованы его достраивать? Есть, видно, причина. В общем-то, проект Ковчега – это модификация доктрины Монро. Внешнеполитические политики США на рубеже 19-20 веков. Эта доктрина предусматривала замкнутость на американских проблемах при весьма жестком контроле над южноамериканцами. На период нефтяной эры американцы от нее отказались, но сейчас она возвращается. Мексика, конечно, проблема. Смуглые, креглазые брюнетты с круглыми головами – они еще и католики. Но ведь переварили же США итальянцев и ирландцев. Хотя есть и рецидивы прежнего отношения к мексиканцам. В «Звездных войнах», как известно, начиная с первых же кадров, главные положительные герои имеют подчеркнуто арийскую внешность – это блондины с голубыми глазами. Есть и несколько манекенные негроиды – явная уступка североамериканской политкорректности. А вот один из главных отрицательных героев «Атаки клонов» – наемник, с которого и наклонировали целую армию – явный латиноамериканец. Или взять недавний фильм с тем же Кевином Костнером, где он отбивает жену у какого-то крупного мексиканского мафиози. А потом, после ряда малоаппетитных перипетий, побеждает его своим гуманизмом. Хоть Мексика и североамериканская страна, но по культуре ближе к южному миру. И основная проблема США – как-то оторвать ее от других латинос. Это уже происходит. И Мексика явно в привилегированном положении по сравнению с другими. Это чувствуется по смягчению отношений к испанскому языку, расширяется двуязычие в газетах и на телевидении. И президенты особенно подчеркивают свою лояльность к мексиканцам. Видно по эпизодам из американских фильмов. Там образцы мексиканцев несколько человечнее, чем раньше. Раньше они были похожи на нынешних колумбийцев. А мексиканцы скорее согласятся в мире будущего оказаться в ковчеге, чем вне его. А кто еще войдет в эти 7 пар чистых и 7 пар нечистых? Посмотрите на таблицу. Итак, таблица. Добыча минеральных ресурсов, кроме нефти и газа, в некоторых странах мира в 1996 году в миллионах долларов. Уран. Россия 73, Америка 98, Китай 18. Бокситы. Россия 62, Америка 0, Китай 91. Медь. Россия 1198, Америка 4392, Китай 1006. Мелибден, Россия 20, Америка 286, Китай 126. Свинец. Россия 13, Америка 337, Китай 498. Цинк. Россия 129, Америка 644, Китай 1149. Никель. Россия 1728, Америка 10, Китай 356. Кобальт. Россия 154, Америка 0, Китай 0. Золото. Россия 1492, Америка 4221, Китай 1504. Серебро. Россия 67, Америка 239, Китай 153. Платина. Россия 281, Америка 24, Китай 6. Алмазы. Россия 1400, Америка 2, Китай 1. Железные руды. Россия 1547, Америка 1343, Китай 5352. Марганцевые руды. Россия 0, Америка 0, Китай 441. Хромовые руды. Россия 6, Америка 0, Китай 9. Титан. Россия 0, Америка 33, Китай 7. Олова. Россия 36, Америка 0, Китай 198. Фосфатные руды. Россия 379, Америка 1607, Китай 928. Калийные соли. Россия 216, Америка 207, Китай 6. Угли каменные. Россия 3876, Америка 44413, Китай 21000. Горно-рудное производство в миллионах долларов. Россия 12679, Америка 57000. Китай 32846, Америка 32849. Доля в мировом производстве в процентах. Россия 5,8, Америка 26,4, Китай 8,5. Население страны в миллионах человек. Россия 145,3, Америка 248, Америка 248, 42,1, Китай 1060, Территория страны в миллионах квадратных километров. Россия 17,1, Америка 9,4, Китай 9,6. Объем производства на душу населения в долларах на человека. Россия 87,3, Америка 239, Ровно, Китай 31, Ровно. Объем производства в расчете на единицу территории долларов на километр квадратный. Россия 741,5. Америка 615,4, Китай 3421,8. Очень хороша эта информация, прочищает мозги тем, кто считает, что Россия страна неисчерпаемых ресурсов. Эти ресурсы где-то там, за лесами, за горами. Их может и нет вовсе. А из таблицы понятно, что и где есть. США с Канадой почти полностью обеспечены всеми видами минерального сырья. И гораздо лучше, чем мы, даже если считать, с Европой не вошедшей в таблицу. Кое-чего на североамериканском континенте не хватает. О нефти сейчас не говорим. Но это есть в двух других англоязычных странах, которые хорошо изолированы от мира на сухом пути. Зато отлично достижимы морским путем. Это ЮАР и Австралия. Вот и видны контуры будущего мирового острова. Это своеобразная океания. Воспользуюсь терминологией Оруэлла. Куда войдет еще, несомненно, Англия. Как уж Канаде, Австралии и ЮАР без королевы. Так что в ЕС это засланный казачок. В этом ракурсе Европа даже с Россией, в той же терминологии Евразия, выглядит бедновато. Жалко слоника. Современные издательские технологии сильно упрощают производство книги. Автор предоставляет текст на дискете. Верстальщик его красиво оформляет и разбивает по книжному листу. Вставляет иллюстрации. Потом книга распечатывается на прозрачных пленках, на почти обычном лазерном принтере. И пачка готовых слайдов отправляется в типографию. С цветной обложкой немного сложнее. Но именно немного. Издательство может состоять из двух-трех человек и размещаться в комнате малогабаритной квартиры. Это и верстальщику удобнее, чем тратится на проездной билет. Он сидит себе дома за компьютером столом. Поэтому книга, если текст готов, делается очень быстро. И можно отреагировать на последние события, если нужда. Даже когда книга практически печатается. Они, правда, слишком скоро устареют и забудутся. Ведь книга не газета. Живет не один день. Только что прошло наводнение в Центральной Европе, разумеется, из-за глобального потепления. Но, видимо, у меня плохой характер. Слыша, из-за глобального потепления самое сильное наводнение за последние 120 лет, я вместо того, чтобы удовлетвориться, задаю в пространство вопрос. А то, случившееся 120 лет назад, да еще сильнее нынешнего, из-за чего случилось? Ответа, естественно, не жду. На рубеже прошлого и позапрошлого веков и в Москве было сильное наводнение. Все замоскворечье, все эти ордынки, полянки, пятницки, на крыше повылезли со своими, как бы, сдохами и самоварами. Еще хорошо, что погода была хорошая, без осадков. Тоже из-за потепления. Человеческая особенность удовлетворяться довольно странными объяснениями не безобидна. Но это, видимо, присуще многим. Каждый, что-либо сотворивший, испытывает потребность свои деяния объяснять. По каналу Евроньюз прошло страшное сообщение. В пражском зоопарке жертвами наводнения 2002 года стали старый слон, любимец пражан и огромный гиппопотам. Их не смогли вывезти в безопасное место. И когда их загоны залило, их застрелили, чтобы они не утонули. В их же, так сказать, интересах. В последующих событиях о бегемоте упоминать перестали. Понятно, почему. Гиппопотам по-гречески вообще-то значит речная лошадь. Чтобы не утонуло водное животное, глупо как-то звучит, даже до сотрудников СМИ дошло. К счастью, оказалось, что бегемот остался жив. Когда сошла вода, его обнаружили на втором этаже слоновника, голодного и злого. Я думаю, в основном на журналистов. Да, все понятно. Не из-за милосердия слона убили. Выберется огромный зверь на свободу, да, в стрессовом состоянии, как он себя поведет. А Европа, она такая маленькая, хрупкая. Вот и обезопасились. По-другому не сумели. А чтобы дети не плакали, вот и объяснение. Чтобы слоник не утонул, его тюк и пристрелили. Посмотрим ради интереса экологии. Гринписовцы эти пресловутые что-нибудь продемонстрируют по этому поводу. Капитан Никитин. Пасько, опять же, их сфера интересов в водное пространство. Слоны, кстати, отлично плавают. И реки переплывают, и морские проливы, и бегемоты купаются тоже в океане, довольно далеко от берега. Были фотографии в National Geographic, одного алабамского фотографа. Я искренне рад за бегемота, он боролся и победил. А слона жалко до слез. Он пал жертвой человеческой неспособности к предвидению, причем был совершенно беспомощным. Все решили за него. Но неужели нельзя было ему какой-нибудь островок насыпать для отстоя? Кран подогнать? Самосвалом с десяток? На удивление, в этой Европе мало техники про запас. Судя по репортажам Евроньюз, все вручную. Ни скреперов, ни самосвалов. Хоть бы засыпку мешков песком автоматизировали. Народу, правда, много. Не как у нас. От деревни до деревни на семи собаках не доедешь. Но это я про слоника. Хотя его и жалко. Просто события действительно накатываются, и темп ускоряется. Лестер Туроу, профессор Массачусетского технологического института, в некотором смысле американский аналог нашего МГТУ имени Баумана, написал в конце 90-х книгу «The Future of Capitalism». У нас она была переведена и издана новосибирским издательством «Сибирский хронограф» в 1999 году под названием «Будущее капитализма». Книга эта довольно популярна во всем мире, тем более, что автор достаточно известен. Он был экономическим обозревателем таких изданий, как «Нью-Йорк Таймс» и «Ньюсвик». Подозреваю, что как раз его статьи в значительной степени повлияли на формирование моих взглядов. Некоторые из таких изданий я как раз читал в конце 80-х, в начале 90-х, не обращая, правда, внимания на имена авторов. Одна из самых сильных метафор Туро – уподобление экономических процессов геологическим. Огромные тектонические плиты движутся со скоростями в несколько сантиметров в год, сталкиваются, давят друг на друга, напряжение в слоях растет, и вдруг в несколько секунд напряжение, копившееся сотнями лет, разряжается землетрясением. Плита, наконец, раскалывается или сдвигается одна относительно другой. Напряжение росло всего предыдущие десятилетия. То, что называется сейчас глобализацией, то есть победа в мировом масштабе, либеральной доктрины Лассер-Фаире, кроме хорошего принесла и проблемы. Реальная зарплата, например, в США, начиная с 70-х, только падает. Статистика уже давно старается приводить цифры доходов на семью, а не на работающих. Потому что американским женам, в отличие от периода 50-60-х, пришлось выйти на работу, чтобы поддержать свои семьи. Уровень зарплаты кое-где в США таков, что европейским производителям стало выгодно переводить автосборочные производства в южные штаты США. Разумеется, не для работы на экспорт. Все же не Корея, а для американского рынка, но тем не менее. Европейский рынок после падения Берлинской стены и строительства новой по польско-белорусской границе обрел законченное очертание. И американский зонтик Европе ни к чему. США лихорадочно ищут поводы, чтобы доказать Европе свою необходимость, но сталкиваются и с собственными проблемами, которые никто не может решить, даже сами американцы. Вы думаете, только сейчас появилась идея сделать мировые цены на нефть низкими, а внутри стран потребителей высокими за счет налога, с тем, чтобы использовать сверхприбыль самим, а не отдавать шейхам? Или создать резервный фонд нефти, чтобы парировать скачки нефтяных цен? Да, наш любимый Джо Сорос это предлагал еще в 1982 году, причем проработал проект на ядь с такими подробностями, которые не сразу и в голову приходят. Например, заставить нефтеэкспортеров продавать нефть прямо в месторождениях, поскольку хранить ее в специальных хранилищах дорого. Такие месторождения будут отличаться тем, что уже не станут управляться нефтепроизводителями. Тем из них, кто участвует в таком соглашении, придется выплачивать часть налога, собираемого странами-потребителями. А кто не участвует, ходи голодные, продавай по себестоимости, и развитые страны еще посмотрят, кого принимать в соглашении, а кого нет и так далее. Сорос тогда обогнал свое время. Пока был Советский Союз, этот номер не прошел бы. Такой вариант возможен только при полном политическом подчинении нефтеэкспортеров. По-русски он называется «отдай жену дяде, а сам вступай кому-то к другому». А та требует свободной конвертируемой валюты, а не мусор вынести. Сейчас такой фокус вполне реален. Главное не спугнуть, как на охоте за зайцами русаков, русаками. Увидел зайца на лежанке в поле, хочешь подойти поближе, не иди к нему прямо, а как бы стороной. Так можно приблизиться и на выстрел. Зайцем тут становится 35% мировых запасов Саудовской Аравии и Эмиратов с Кувейтом. Их можно безоговорочно прибрать к рукам. Но чтобы не спугнуть, следует сначала прищемить самых неуступчивых типа Ирака, судьба которого практически решена. Лучше всего пригласить к участию в войне клиентов следующего этапа, как пригласили к участию в буре в пустыне Сирию и Саудовцев. Проблема только в том, что нужно ведь и подготовить почву в собственном обществе для давления на своих же союзников. Это не делается за несколько дней. То есть необходимо дать понять, что саудовцы, конечно, были свои, но теперь они уже не очень свои и вообще сильно-таки за последнее время испортились. Но события, как уже говорилось, ускоряются, накатываются на нас, как грузовик, затормозивший впереди. Книга уже была в верстке, когда подоспели очередные. По возможности стараюсь избегать выражения западные аналитические центры. Я не думаю, что это действенные и полезные организации, хотя на них принято кивать, говоря о стратегическом планировании наших вероятных партнеров. Просто в интеллигентской среде постоянно присутствует мечта о существовании в качестве советника при власти. Это идеальная работа, поскольку советник никакой ответственности не несет, она вся на политике. По-моему, стратегическое планирование осуществляется теми, кто непосредственно находится во власти, а советниками могут выступать, по крайней мере, в случае у власти побывавшие. Хотя, раз уж они вышли в тираж, а не остались в бизнесе, то к их оценкам нужно относиться критически. По-моему, роль этих аналитических центров, связь с общественностью, они вбрасывают в общественный круг внимание то, что нужно, для чего пришло время. То есть, вот именно они настоящий пиар, пиар public relations, а не те, кто учит кандидатов в губернаторы сморкаться в платок. Вот поэтому я и старался избежать упоминаний о такой конторе, как Rent Corporation, поскольку не считая ее независимой организацией аналитиков, работающей иногда по заказам правительств Запада. Но тут промолчать не могу, поскольку информационный повод с ней связан. Именно сотрудник этой конторы, Лорен Муравич, назвал-таки кошку кошкой на заседании Совета по оборонной политике США. Совет этот состоит из старых зубров типа Кессинджера. 10 июля 2002 года. Естественно, немедленно возник эффект разорвавшейся бомбы и прочее, что полагается при вбросе утечек информации. Естественно, Саудовская Аравия теперь уже с средоточи зла и предоставляет огромные средства исламскому терроризму. Прижать их к ногтю пока не поздно. Судя по терминологии, это как раз пиар-акция. Выхода из круга голливудских представлений об окружающем мире там даже не намечено. Да, такая задача и не ставилась. Ну какой там эффект разорвавшейся бомбы? Как только была обнародована информация, что 16 и 19 террористов в Саудовце, эта бомба была только вопросом времени. А информация эта появилась еще до войны в Афганистане, едва ли не в сентябре 2001 года. А что Бен Ладен? Саудовец? А никакой не талиб и не афганец? Кто не знал? Еще нужно отметить, что затраты на террористический акт 11 сентября по всем по счетам укладывали в сумму до 1 миллиона долларов. То есть не финансовая подпитка тут играла роль. Такие деньги может выделить даже один не очень богатый предприниматель и не только нефтяная супердержава или спецслужба развитой страны Запада или Востока. Тут была высокая степень организованности и убежденности, причем тут Саудовская Аравия. В подавленной, уничтоженной стране даже скорее появится желание отомстить Америке таким способом. Официальные лица США открещиваются и от этого доклада, и от всяких подозрений в адрес Саудовской Аравии. Но ведь 25% мировых запасов нефти, а через 20 лет и все 50, как от этого откреститься? Какие у Саудовской Аравии перспективы, если никто не защитит? Напомню лишь сведения из исторического очерка об Объединенных Арабских Эмиратах. Раньше они назывались договорным Оманом, в отличие от нынешнего просто Омана, тот рядом. Почему договорного? Потому что англичане, Ост-Индская компания, предложили в 1820 году, жившим там племенам, договор с некими условиями. Кто с ними согласился, те и стали договорным Оманом. Да, но были и те, кто не согласился. Где они? А их нет. Полностью уничтожены. Так что этот картель, генеральное соглашение между производителями и потребителями нофти, который мы мысленно сконструировали и который в 1982 году предлагал Джордж Сорос, вполне может быть заключен. Не сейчас, а после ряда драматических событий. Интересно, что было бы поставлено в пику саудовцам, если бы не было этой самой террористической атаки на здание Всемирного торгового центра. Еще интересно, а как сами американцы считают, почему именно они являются главной мишенью террора? Какая у них на этот счет концепция принята? Видимо, они искренне принимают схему «американцы хорошие и добрые». Поэтому плохие и злые не хотят оставить нас в покое. Логично и разумно. Правда, есть и еще хорошие и добрые люди в мире, помимо американцев. Но, пожалуй, не менее интересно, почему именно Всемирный торговый центр становится уже не первый раз объектом террористических атак. Мы вот углубились в нефтяную тематику. А ведь торгуют не только нефтью. И о мировой торговле тоже не стоит забывать. И не стоит забывать, что, по мнению некоторых знающих людей, она не совсем стихийно, а контролируется. А раз так, контроль тоже становится объектом дележа и перехвата, а не только месторождение нефти. Кто и как закроем эту страницу и помолчим в благоговение. Не знаем и не узнаем. Вы, наверное, удивитесь. Неужели такие незамысловатые ходы и приемы могут сработать, и мир Запада захватит контроль над мировыми источниками нефти, как было предусмотрено Атлантической хартией 1941 года. И США будут гарантом этого контроля. Вполне может быть. Срабатывает же пока. На той же странице Коммерсанта за 8.08.2002 года можно прочитать, что Запад простил Маумара Каддафи 4 миллиарда тонн 3% мировых запасов за Боинг в Локербе и уже приглашает его к участию в войне против Ирака. 12 миллиардов тонн 9% мировых запасов. В этом предложении учитывается некая предыстория. В 1980-х годах Ливия поддерживала Иран в войне против Ирака. Но то было совсем другое дело. Купит... Купится ли полковник на такую дешевую приманку? Простит ли американцам убийство своей дочери? А обозреватель газеты излагает там же. Ведь всем ясно, что международный терроризм нельзя победить до тех пор, пока такие страны, как Саудовская Аравия, получают нефтяные сверхприбыли. А вот всем ли ясно, кто должен эти сверхприбыли за саудовцев получать? И всем ли ясно, какова цель этого терроризма? И можно ли, не представляя этого, с этим терроризмом справиться? Ведь пока цель не определена и не обнародована, есть место для совершенно чудовищного предположения, провокационно высказываемого некоторыми безответственными лицами, что весь этот терроризм порождение самого Запада для обоснования захвата нефтяных источников. Даже если исполнители и непосредственные руководители действительно саудовцы, можно сделать ведь и так. А если после захвата нефти Западом терроризм вдруг прекратится, это будет скорее доказательство этого самого чудовищного предположения? Сами понимаете, что гораздо больше доверия, чем эти самые вольные аналитики, вызывают такие экс-чиновники, как директора ЦРУ или начальники первого главного управления КГБ СССР. А они говорят так. Для начала США нужно уменьшить свою зависимость от нефти Саудовской Аравии. Мы должны производить больше возобновляемых видов топлива. Мы должны провести нефтепровод в Россию для того, чтобы на русских приходился больший сектор мирового рынка нефти. Кроме того, нам необходимо не только увеличить свои собственные запасы нефти, но и потреблять от своих союзников, чтобы они сделали то же. И тогда, если Саудовцы пригрозят использовать нефть в качестве оружия, мы были бы в состоянии нейтрализовать его действия. Все эти меры позволят подорвать способность Саудовцев применять то единственное средство, на котором основывается сила их государства. Саудовская Аравия была когда-то союзником Америки в Холодной войне. Даже нашим другом. Теперь эти времена прошли. Так пишет в немецкой Die Welt за 08.08.2002 Джеймс Вулл Си, директор ЦРУ с 1992 по 1995 годы. Как импозантно выглядел король Саудовской Аравии Фейсал Ибн Сауд, восседавший на троне в своем Бурнусе. Ни много ни мало потенциальный освободитель Иерусалима от власти Израиля. Никого-то он освободил, хотя и финансировал палестинцев, а сыграл в истории не слишком благовидную роль. Как и его наследник, король Фахт. Боролись с коммунизмом, обеспечивали прикрытие финансированию американцами войны в Афганистане, например. А для Фейсала личная дружба с США пользы не принесла. Шейхи плодовиты, принцев много, а в большой семье не щелкай клювом. Какой-то принц особо королевской крови застрелил короля прямо на официальной церемонии и был по закону на завтра казнен отсечением головы. И сейчас там в королевской семье, королевской династии Саудов, что-то происходит. Мор напал на принцев, то автомобильные катастрофы, то еще один принц в пустыне заблудился и умер от обезвоживания организма. Как тот бегемот, который чуть не утонул. И оказывается, что и стране в целом дружба с США ничего особо хорошего не дала. Оказывается, и доход саудовцев на душу населения упал с 80-го года в три раза. И главное, изменилось отношение западного мира. Забыли шейхи восточную мудрость. Выполненная услуга недорого стоит. Остается только диву даваться, что и у нас имеются люди, и мы их почему-то не вымазываем в дегте с перьями, которые на голубом глазу предлагают нам повторить триумфальный путь Саудовской Аравии. От союзника и друга к изгою и второму блюду на Перу. Глобальной экономики. Забыли судьбу Чаушеску. То он диссидент и фрондер внутри социалистического блока. Не согласен с Брежневым по вопросу Чехословакии. Дружит с Израилем и Запад его любит. По голосам только и слышно. Чаушеску. Ах, Чаушеску. Английская королева ему титул барона присвоила. Вот как. Нужда отпала. Пристрелили как собаку. В истории бывает много. Да, с позиции руководителей ЦРУ понятно. А наши-то что говорят? Что действующие не знаю. А Леонид Шибаршин, тоже руководитель разведки в 1990-х годах, только наши, в передаче «Русский дом» держится такая до сих пор на телевидении. Уж не знаю как. Сразу по итогам теракта 11 сентября, по-моему еще до вторжения в Афганистан, так и сказал без экивоков. Да, нефть это. Это американцы мировые запасы к рукам прибирают. Что мы видим? Что мы видим сейчас? Есть мудрость в искусстве войны величайшего военного теоретика Сунь Цзы. Сначала будь как невинная девушка, и враг сам откроет тебе дверь. Потом будь как вырвавшийся заяц, и враг ничего не успеет сделать. Когда маскировку больше нельзя соблюдать, то действовать нужно быстро. И сейчас именно это происходит. Лохмотни маскировки сдуваются ветром. Так быстро несутся Соединенные Штаты. У них теперь простой и понятный план. Захватить нефтяные ресурсы Земли и гарантировать их использование в интересах США в первую очередь. Остальные лишние скрипач не нужен. Не нужна теперь и Европа. Она была нужна во время Холодной войны. Помните, я писал где-то ранее, что сейчас в другие времена торговые отношения между государствами регулируются едиными правилами ВТО. Так вот и я попался на пропагандистский миф. Сейчас полным-полно межгосударственных торговых соглашений. Только что в США принят закон, упрощающий заключение торговых договоров. Теперь американский президент меньше связан бюрократическими процедурами. Грядет новый протекционизм, когда сильные державы конвертируют свою мощь и политическое влияние в материальную выгоду, создавая собственные зоны, куда другим ходу нет. И мы тоже заключаем такие договора, как недавний с Ираком, вызывая приступ бешенства у некоторых наших партнеров. И это правильно. Я упоминал Джорджа Сороса. Он не без удивленности доказывает, убедительности доказывает, что современная экономическая доктрина, либеральная доктрина является лженаукой. Также Сорос не любит и марксизм, признаваясь, что в юности находился под влиянием открытого общества Карла Поппера. Но это библия либералов. Прочитайте ее. По сути и является дешевой агиткой, не имеющей ничего общего с полинемистическими исследованиями. Сорос ошибся и чувствует, что ошибался, когда не признавал за марксистским методом научности. А вот мне, чем дальше, тем больше кажется, что марксистский метод, если не всеобъемлющ, то часто практически полезен. По крайней мере в некоторых исторические моменты. Он связывает действия фигур на геополитической доске с их интересами. Я читал переводику времен периода Второй мировой войны и поражался, как точно марксисты того времени предсказывали ход событий. Как они предупреждали тех, кто способен слышать, что после испанских городов бомбы посыплятся на Париж и Лондон. Не хочу сказать, что капиталистические лидеры были глупее, но конкурентная среда отучает от искренности. А главное, у Англии тогда не было выбора. Остановить Германию можно было только неэкономическим путем. Все говорит о том, что англичане сознательно развязывали войну в Европе и не надеялись на свои силы. Рассчитывали на столкновение немцев с русскими и с Америкой. Все больше я убеждаюсь в том, что хотя Советский Союз был ненавистен и Черчиллю, и Чемберлену, но главной проблемой для них была экономическая мощь Германии. Англии была нужна большая война, но такая, чтобы англичане почти до конца отсиделись на своем острове. И им почти удался их план с единственной корректировкой, что свозу упало, подобрали американцы, а не англичане. Ведь не случайно именно у англичан сидит предатель Резун, пишущий книжки о Сталине, поджигателе войны, который чуть ли не назначил Гитлера германским канцлером, чтобы был потом повод воевать с Германией. Каждый судит по себе, а в своих грехах обвиняют других. Нам-то в войне с Германией какой был интерес, а англичане без войны теряли мировое лидерство. Предвоенные коммунисты говорили о событиях правду. Им-то чего было скрывать? Это ведь им предстояло складывать головы в войне с фашизмом. А теперь прочитайте обширную цитату. Борьба против глобального апартеида будет во многом определять международные отношения в 20-21 веке. Мир, если он хочет уцелеть, а не погибнуть от алчной гонки за природными ресурсами, умножающий число военных конфликтов, уберечься от западного потребительства, создающего опасность экологической катастрофы, должен будет прийти к формированию новой системы. Она не возникнет в одночасье. Как результат некого коллективного или индивидуального озарения ее нужно создавать. И заниматься этим необходимо именно сейчас, когда в нынешнем крайне нестабильном мире продолжает нагнетаться военный психоз. Глобальный апартеид. Это тот самый проект Ковчег. А в остальном, что неправильного написал Геннадий Андреевич. Это цитата из его брошюры «Глобализация и международные отношения». Вот, марксисты, старый конь борозды не портит. Пожалуй, могла бы эта пролетарская партия играть у нас и более важную роль, если бы в современной России был пролетариат. Прекрасные слова о формировании новой системы. Но только совмещать борьбу с Ковчегом и построение новой системы придется не из-за нашего желания, а в силу жестокой необходимости. Не я нагнетаю военный психоз. Войной пахнет в воздухе. Не знаю, успеет ли выйти эта книга до начала войны в Ираке. Хотя им дело не ограничится. Военный психоз усиливают США и речами, и действиями. В США ввели ограничения на импорт стали. Это не антирусская акция. Из 40 миллионов тонн стали, попавшей под запрет, наши меньше миллиона. Но зачем это США? Ведь своя сталь получится дороже. А экономика и так то ли бесприбыльна, то ли убыточна. Ответ один может быть. Это мера для развития собственной сталелитейной промышленности. При угрозе войны шаг логичный. В остальных случаях нет. А еще им подрывается соответствующее производство в Западной Европе. То есть этот акт явно не дружественный. Но может быть и превентивный удар по европейской экономике. Я несколько раз упоминал Черчилля. Иногда иронически. А он был великий человек. Да, он не постеснялся бы украсть копейку из кармана, но не для себя, а для Англии. И его величие было в его решительности. Кто не слышал древнюю латинскую пословицу. Кто предупрежден, тот вооружен. Но ведь и имея оружие, нужно уметь им пользоваться. И главное, иметь решимость пустить его в ход. Именно отсутствие решимости чаще всего подводит даже и вооруженного. А Черчилль был последним политиком Англии, от которого можно было бы ожидать слов в поддержку СССР. Именно он был инициатором интервенции в гражданскую. Таких политиков даже в Англии было немного. И именно он, сразу после 22 июня 1941 года, резко развернул политику Англии, которая лишь годом раньше собиралась воевать с Советами. В сторону тесного союза с СССР. А ведь возможно были и варианты, например, мир с Германией, оплаченной Украиной и частью России. Что происходит в Европе? Впервые со времен Рима цивилизованная Европа объединена в единое государство. С единой валютой и своим правительством Еврокомиссии. Правительство это пока не очень эффективно. Но ему скоро будут предоставлены больше, чем сейчас полномочия. Национальные правительства их потеряют. Расширение полномочий Еврокомиссии противится правительство Англии, Франции и Испании. Но Германия с объединившимися вокруг нее малыми странами, вам ничего это не напоминает? Стоит ли дальнейшее объединение Европы? И ясный сигнал подало консультативное объединение 20 крупнейших корпораций Европы, среди которых есть и французский, и английский. Крупный капитал высказался за германский вариант. Евросоюзу Америка не нужна. Европа слабее экономически. И возможно это слабость плата за защиту от коммунизма, которую когда-то обеспечивали США. Но и Европа мешает американцам и европейцам претендуют на ресурсы. Есть некоторая параллель с событиями 5 века до нашей эры. Тогда был золотой век Афин. В Афинах были возведены такие архитектурные сооружения, что сейчас все человечество не в состоянии их отреставрировать. А смогли их построить Афины потому, что были гегемонами и казначеями Морского или Афинского союза. Но когда торговая конъюнктура в Средиземноморье ухудшилась, афиняне начали сгонять купцов других стран союза с удобных мест на рынках. И дело кончилось войной. Сейчас ситуация похожа. Экономическая конъюнктура плоха. Пряников сладких на всех не хватает. Сейчас Америка начнет сгонять прочих с их торговых лотков. Это уже началось. Вот и когда-то поделившие мировой рынок авиаконцерны Boeing и европейский Airbus сцепились в схватки. В ход идет демпинговое оружие. Ошибка в таком деле, конечно, опасна. Но я скорее уверен, чем наоборот. Напряженность между Западной Европой и Америкой будет нарастать. И это проявится при развитии событий на Ближнем Востоке. Трудные решения. Мы близки к ситуации, когда от России потребуется решение. Так что же такое Россия? Не стоит ни преувеличивать, ни преуменьшать наши возможности. Самое неприятное, что нас не воспринимают как самостоятельных игроков. И совершенно правильно. В наших действиях нет плана. Нет заботы о будущем. Нет этого самого хлопобудства. Если мы понимаем, что думаем, будут воспринимать по-другому. Не как того пражского слона. Пока мы не субъект, а объект. США видят в нас гарантию сырьевой независимости Америки от исламского мира. Западная Европа гарантию сырьевой независимости от Америки. Те и другие гирю на весах конфликта Америка и Европа. Как нас хотят использовать, чтобы ликвидировать доминирование США? Или угрозу доминирования ЕС? Или угрозу доминирования Германии и ЕС? Видимо правильным решением было бы предложить этим глобальным игрокам предъявить их концепцию будущего, их план жизни в мире без нефти. И к выбранному бизнес-плану присоединиться. Трудно принять решение, неизвестно кто победит. К Европе мы ближе, но не слишком. Им до нас трудно добраться. А Америка уж очень сильна и экономически, и ресурсно обеспечена вместе с другими англоязычными странами. Но другого пути, кроме как сыграть на их противоречиях, у нас нет. Нам нужно предлагать и свои проекты, и играть в свою маленькую игру. Защищать своих сырьевиков от кабальных торговых договоров. Поговорить на чистоту с саудовцами было бы очень полезно не только объединиться с ОПЕК, а не разрушать их коммерцию, но и послужить мостиком для сближения нефтепроизводителей. Например, постараться сблизить саудовцев и Ирак, которые традиционно друг друга не переносят. Есть за что. Но сейчас-то уже пора стать выше. Россия могла бы что-то гарантировать в их непростых отношениях. Только нужно понимать, что деятельность, по сути, ради подорожания нефти может нам дорого обойтись. А будет совершенно дурацкая ситуация, когда рискует страна, а прибыли получают частные компании нефтеэкспортеры. Еще глупее, если некоторые из этих компаний будут против такой согласованной политики и будут действовать в пользу потребителей нефти. Несомненно, нужен тесный союз с Ираном. Наши страны владеют большими запасами газа. И нам нужна скоординированная политика. К тому же Иран мостик к нашему союзнику в Закавказье Армении. Но нужно трезво представлять, что против Запада в целом такое рыхлое образование не может вступить в силовое противоборство. И выглядеть это будет не слишком красиво. Борьба за сверхприбыли. Поэтому у нефтеэкспортеров должно быть собственное видение будущего. И сверхприбыль, оспоренная у Запада, должна не тратиться, а инвестироваться. Здесь есть интеллектуальная задача. Нужно обобщать наработки по фондам будущих поколений, которые есть в других странах. И может быть предложить что-то общее. Вот чего делать нельзя, знаю точно. Вспоминается мне один охотничий рассказ. Охотник возвращается с добытыми лисами. Попытался сесть на проходящий поезд. Поезд там не останавливался, но притормаживал. В тамбуре стоял проводник, подбадривая охотника. Давай, давай. Тот передал ему рюкзак с лисами. Он их с готовностью принял. Но когда охотнику на бегу пытался подать собаку, проводник ограничился только подбадриванием. Кричит, давай, давай. А собаку не взял. Охотник некоторое время бежал за поездом, а затем отстал. У нас требуется забросить в отходящий поезд сначала наши ресурсы, а потом... А нас-то пустят хотя бы в тамбур. Не останемся ли мы на заснеженных шпалах с собакой в обнимку? Нет, ребята, демократы. Скажите нам сначала, куда идет ваш поезд, а ресурсы потом. А кто делает не так? А нам и нашим детям во вред будет проклят. И может быть не только потомками времена и в России меняются. Кто-то этого не знал? Вы прочитали мою книгу. Я предупреждал. Предупреждаю также. Ситуация еще хуже, чем я пишу. Я очень рекомендую причитать проблему 2033. Пономаренко. Она есть в интернете. Насколько я согласен с аргументацией и выводами автора, это отдельная история. Но такую выдающуюся работу просто необходимо знать. У нас немного другое положение по сравнению с автором проблемы 2033. Он украинец, а мы граждане страны, все еще остающиеся не объектом, а субъектом истории. Мы можем попытаться ее историю изменить. Согласен же я с его основным выводом. Поздно уже искать истину. Как Сократ высказался по поводу престарелого философа, искажавшего добродетель. А что он с ней собирается делать, если найдет? Нам нужно подвести итоги, сделать выводы из прошлого и подумать, как добиться возможности сохранить основу человеческой культуры, пока остаются государство и техническая цивилизация. В нем нам поможет основополагающее качество разумного существа, которое Фридрих Ницше именовал героическим пессимизмом, а Антонио Грамше пессимизмом, разумом и оптимизмом воли. Москва, 2002 год. Приложение. Атлантическая хартия, 18 августа 1941 года. Президент и премьер-министр от имени Соединенных Штатов и Соединенного Королевства делали следующее заявление. Первое. Что их страны не стремятся к территориальным или другим приобретениям. Второе. Что они не согласятся ни на какие территориальные изменения, не находящиеся в согласии со свободно выраженными желанием заинтересованных народов. Третье. Что они уважают право всех народов избирать себе форму правления, при которой они хотят жить. Что они стремятся к восстановлению суверенных прав и самоуправлению тех народов, которые были лишены этого насильственным путем. Четвертое. Что они, соблюдая должным образом свои существующие обязательства, будут стремиться обеспечить такое положение, при котором все страны, великие и малые, победители и побежденные, имели бы доступ на равных основаниях к торговле и к мировым сырьевым источникам, необходимым для экономического процветания этих стран. Пятое. Что они стремятся добиться полного сотрудничества между всеми странами в экономической области с целью обеспечить для всех более высокий уровень жизни, экономическое развитие и социальное обеспечение. Шестое. Что после окончательного уничтожения нацистской тирании, они надеются на установление мира, который даст возможность всем странам жить в безопасности на своей территории, а также обеспечить такое положение, при котором все люди во всех странах могли бы жить всю свою жизнь, не зная ни страха, ни нужды. Седьмое. Что такой мир должен предоставить всем возможность свободно, без всяких препятствий, плавать по морям и океанам. Восьмое. Что они считают, что все государства мира, по соображениям реалистичного и духовного порядка, должны отказаться от применения силы, поскольку никакой будущий мир не может быть сохранен, если государства, которые угрожают или могут угрожать агрессии за пределами своих границ, будут продолжать пользоваться сухопутными морскими и воздушными вооружениями. Они полагают, что впредь до установления более широкой и надежной системы всеобщей безопасности такие страны должны быть разоружены. Они будут также помогать и поощрять всякие другие осуществимые мероприятия, которые облегчат миролюбивым народам избавление от бремени вооружений. Продолжение следует...